Здравствуйте, я расскажу вам о статье Ландберна, которая была издана в 1967 году. В ней рассматривается подход вписания турбулентности при помощи функции распределения. Рассмотрим ансамбль идентичных, нежимаемых, неограниченных пространств и жидкости. Единственное отличие между ними состоит в начальных условиях. Тогда для такой жидкости будет верно уравнение на въезд окса. Здесь давление было исключено, исходя из уравнений непрерывности. И в правой части этот член характеризует флактуацию давления. Введем функцию распределения следующим образом. f на dv1 показывает вероятность того, что в точке r1 в момент времени t скорость жидкости находится около v1. И функция распределения задается следующим образом. Двухточечная функция распределения задается через дельт-функции. И функция распределения отвечает таким свойствам. То есть интеграл от одноточной функции распределения равен единице, от двухточной сводится к одноточной функции распределения. И также, если две точки в пространстве стремятся друг к другу, то функции распределения выражаются следующим образом. Если они бесконечно разнесены, то двухточная функция распределения распадается на произведение двух. Из уравнений на въезд токса получим уравнение для функции распределения. То есть сначала выражаем производную по ДУ через производную по одноточной функции распределения. И таким образом, аналогично мы получаем производную по координатам, тогда у нас получается следующее уравнение для функции распределения, куда входит не только одноточная функция распределения, но и функция более высокого порядка. Аналогично двухточная функция распределения выражается через трехточную. Таким образом получается иерархия уравнений. Эти уравнения напоминают уравнения для системы изомчастиц, взаимодействующих через центральные силы. Здесь φ — это потенциалы, и функция распределения здесь вводится немного иначе. То есть это вероятность того, что интеграл по ДВ1 — это концентрация частиц. Какую аналогию здесь можно провести? То есть здесь рассматриваются взаимодействующие частицы, а в случае с жидкостью мы выделяем некий подансамбль из ансамбля рассматриваемых нами жидкостей, в которых скорости во всех точках произвольные, и только две точки в жидкости имеют определенную скорость. В остальных точках скорость жидкости усредняется. В качестве частицы здесь тогда будет сфера с неким радиусом меньше, чем кламмагорский масштаб окружающий эту точку. И взаимодействие между этими точками происходит посредством давления окружающей жидкости. Другая аналогия, которую можно провести, это аналогия с кинетическим уравнением для ионизованного газа. Здесь слагаемое с средними фруктуациями давления, аналогичное электрическому полю, и вот это выражение аналогично силе Лоренца. То есть какие здесь могут быть варианты? Мы можем рассматривать это уравнение как бестолкновительное, то есть когда получим уравнение Больтсмена, либо мы функцию распределения раскладываем следующим образом. То есть возникает проблема замыкания этой цепочки уравнений для функции распределения, и существуют различные приближения, как можно аппроксимировать этот член с двухточечной функцией распределения. Можно аппроксимировать, это было сделано в статье Лангерна 1969 года, можно аппроксимировать это выражение, связанное с давлением, неким релаксационным членом, где время релаксации ввели следующим образом. То есть здесь рассматривается как диссипация турбулентной энергии, так и накачка турбулентной энергии. Затем происходит преобразование уравнения для функции распределения. Здесь делается некое преобразование замены переменных по скоростям, и берутся моменты второго порядка. И рассматривается в качестве подтверждения правильности такой аппроксимации случай плоскопараллельного течения, где скорость меняется в зависимости от координат следующим образом. Тогда в статье было получено выражение для тензора напряжения, и вводится нормированная величина этого тензора напряжения. И в стационарном случае для плоского деформационного течения компоненты этого тензора находятся решением системы линейных уравнений. Также, насколько я поняла, проводился эксперимент. Результаты были взяты у Таунсенда, где исследовалось течение в трубе с постоянным поперечным течением. Турбулентность создавалась при помощи сетки. И величина компонента тензора соответствует тому, что было получено в теоретическом рассмотрении. И автор статьи, как я понимаю, выбирает параметр К, который вводился при аппроксимации. И здесь он получается около 4 и около 5. А от силы потока решения не зависит. Вот все, о чем я хотела рассказать. В каком смысле сила потока? А, ведь это же потенческий градиент скорость. Да, говорилось. От градиента. То есть подбор одного параметра удается описать решение при всех градиентах. Получается, в этом случае, да.